На следующее утро пара проснулась и обнаружила несколько красных пятен на теле Йена, а также на теле Джессики. Тут-то и выяснилось, что ранее собака была носителем штамм вируса Эбола, который и передался им. Именно по этой причине власти пытаются поймать Джессику как можно скорее, пока она случайно не спровоцировала вспышку заболевания. В начальной сцене мы видим молодую женщину Джессику Мердок, которая находится в бегах. Она осторожно пробирается к своему дому, стараясь избежать обнаружения. С окровавленным пятном на лице кажется, что она была вовлечена в какую-то физическую стычку. Джессика приходит домой, умывает лицо и смотрит на обручальное кольцо. И тут она замечает вооруженных злоумышленников, врывающихся в ее дом. В отчаянной попытке избежать поимки, она быстро выбирается из окна. Побродив некоторое время по улицам, Джессика натыкается на припаркованную повозку. Она тайком прячется в ней и наконец-то убегает из города. На следующее утро Джессика просыпается в тот момент, когда повозка останавливается возле продуктового магазина. Когда водитель отходит, она тоже выходит из машины, крадет немного еды и карту и направляется в сторону леса. Проблуждав целый день, она натыкается на ранчо, где решает переночевать. Рано утром Джессика пытается украсть еще немного еды на оставшуюся часть пути. Но ей противостоит пожилой владелец ранчо Фрэнк Лерна. Но вместо того, чтобы сделать ей замечание, он приглашает ее в дом на завтрак. Похоже, ему не по себе, когда он видит ее тревожное состояние. Через некоторое время, когда Джессике подают еду, она поглощает ее так, будто голодала несколько дней. В этот момент жена Фрэнка Джинни спрашивает, как она здесь оказалась. Джессика, которая по-прежнему опасается, врет, что путешествует на север. Фрэнк невинно верит ей и даже предлагает довести ее до места назначения. Затем мы видим, как Эльза Грей, которая получила задание от своего шефа, ищет Джессику. Рэймонд Рид. Оказывается, Эльза уже давно охотится за людьми. Из-за этой работы, под прикрытием, она не могла позволить себе ни времени, ни пространства для поддержания каких-либо отношений. Она также не берет отпуск, поскольку слишком поглощена своей работой, чтобы иметь собственную жизнь. Но теперь у Эльзы диагностировали болезнь ЕЛС. Несмотря на все ее старания скрыть от коллег ухудшение состояния здоровья, симптомы болезни невозможно не заметить. Ее конечности то и дело внезапно перестают функционировать, что осложняет ее повседневную жизнь и работу. Эльза часто обращается за советом в онлайн-группу помощи, а также к пациентам, которые живут с похожими заболеваниями. Однако чувства пустоты похожи. Уже начало мучить ее разум. Для такой активной охотницы, как она, постепенное угасание физических и умственных способностей, участь хуже смерти. Во время одного из сеансов, консультант советует Эльзе поговорить с родными, но она отвечает, что никто с ней не общается. Услышав депрессивные нотки, в ее голосе коллега спрашивает, не думает ли она совершить немыслимое на что-то, отвечает, что думает. Тогда пациент пытается утешить ее, говоря, что страдание – это сильно, но и принятие тоже. Тем временем Фрэнк везет Джессику на север в своем грузовике. После целого дня езды, дорога заканчивается в определенном месте, и Джессика решает идти пешком по направлению к канадской границе. Перед отъездом пожилой мужчина дает ей сумку с едой и одеждой, а также предлагает ей вернуться к ним, если ей понадобится помощь. Джессика чрезвычайно благодарна за помощь, поэтому она от всей души благодарит его и продолжает свой путь. Пройдя несколько часов, она останавливается где-то в лесу, чтобы переночевать. На следующее утро Джессика продолжает путь и в конце концов добирается до небольшого приграничного городка. Затем она заходит в местный бар, где разговаривает с владелицей Молли Прессер о наличии работы. Та сначала говорит, что свободных мест нет, но когда Джессика настаивает, ей предоставляют работу уборщицы в баре. Позже вечером Джессика моет посуду, когда Молли приходит поговорить с ней. Увидев кольцо на ее пальце, Молли спрашивает замужем ли она, в ответ Джессика утверждает, что кольцо подарил ей ее парень. По ходу их разговора, Молли неверно истолковывает желание Джессики начать новую жизнь как попытку уйти от своего парня, ведь она сама. В прошлом была жертвой жестоких отношений, после работы две новые подруги выходят из бара. Во время совместной прогулки, Молли спрашивает, где Джессика, остановится на что-то, отвечает, что найдет мотель. Услышав это, любезная хозяйка приглашает Джессику к себе. С другой стороны, Эльза разговаривает по телефону со своим коллегой Винсом, оба пытаются найти зацепку по Джессике. Оказывается, они работают вместе уже много лет, и Винс на самом деле проводит больше времени с Эльзой, чем с женой. Но несмотря на все усилия, они так и не смогли найти Джессику. Позже Эльзи звонит Рэймонд, который заставляет ее работать быстрее. Он утверждает, что они не могут позволить Джессике пересечь границу любой ценой. Затем сцена возвращается в прошлое, показывая вечер, когда Джессика и ее парень Йен отдыхали в кемпинге посреди леса. Пока они наслаждались костром, появилась собака. Несмотря на предупреждение Йена не трогать собаку, Джессика погладила ее и даже обнялась с ней. Во время сна, на следующее утро пара проснулась и обнаружила несколько красных пятен на теле Йена, а также на теле Джессики. Тут-то и выяснилось, что ранее собака была носителем штамм вируса Эбола, который и передался им. Именно по этой причине власти пытаются поймать Джессику как можно скорее, пока она случайно не спровоцировала вспышку заболевания. По мере того, как продолжается флешбек, состояние Йена стремительно ухудшается, красные пятна на его коже превратились в кровавые пятна. Стревоженная Джессика вызвала скорую помощь, но вместо больницы их отвезли в отдаленный исследовательский центр. Там Джессика была заключена в камере, а Йена отвели в лабораторию для экспериментов. В отчаянной попытке сбежать, Джессика придумала план. Она разбила лампочку в камере и дождалась охранника. Как только он вошел, она ударила его острым осколком стекла и бросилась на поиски Йена. Вскоре после этого она обнаружила его в почти зомбированном состоянии. Но прежде чем она успела добраться, до него сработала аварийная сигнализация. Джессике ничего не оставалось, как бежать одной, оставив своего парня умирать. Вернувшись в настоящее, Эльза получает звонок от одного из своих коллег, который сообщает ей о ранче, где остановилась Джессика. Она отправляется туда, чтобы найти любые возможные улики. Прибыв на место, Эльза надевает защитный костюм и входит в помещение. Осмотревшись, она обнаруживает, что все в беспорядке, а в раковине – кровь. Вскоре после этого она замечает, Джинни и та быстро уходит. Эльза следует за ней до сарая, где неожиданно Фрэнк и Джинни, превратившиеся в зомби, устраивают засаду. Они яростно бросаются на Эльзу, но у той, к счастью, есть с собой огнестрельное оружие, которое она использует для защиты. После этого события, Эльза звонит Рэймонду и требует рассказать, что происходит. В этот момент он, наконец, рассказывает о технологическом конгломерате Одинген, который в сотрудничестве с правительством США проводил эксперименты над особым вирусом. Собака была подопытной и носителем вируса. Но, к сожалению, собака сбежала с объекта и вступила в контакт с Йеном и Джессикой. После этого вирус продолжал передаваться и мутировать необъяснимым образом. Рэймонд продолжает рассказывать, что Джессика является бессимптомным носителем вируса. Это означает, что она не проявляет никаких признаков болезни. Однако она не осознает опасности и по неосторожности распространяет вирус среди всех, с кем вступает в контакт. По мнению Рэймонда, Джессика спасается бегством, потому что считает, что власти подозревают ее в убийстве. Именно поэтому она направляется в пограничный городок, чтобы избежать юрисдикции США. Осознав всю серьезность дела, Эльза признается о своем диагнозе, заявив, что она больше не в состоянии выполнять эту работу. К ее удивлению, Рэймонд прекрасно осведомлен о ее болезни. Более того, он признается, что намеренно выбрал ее для этого дела, поскольку считает, что человеку с неизлечимой болезнью все равно больше нечего терять. Он все же поручает ей поймать Джессику, живую или мертвую, чтобы предотвратить возможную вспышку. Позже Эльза получает видеосообщение от одного из своих коллег, в котором Джессика была замечена. Не теряя времени, она отправляется в приграничный город. Тем временем Джессика просыпается утром и решает прогуляться. Перед тем, как уйти, она стучится в дверь комнаты Молли и спрашивает, не хочет ли та присоединиться к ней. Но когда она не получает ответа, она считает, что Молли еще спит и выходит одна. На самом деле Джессика нечаянно передала вирус Молли и поэтому та страдает внутри комнаты. Позже, когда Джессика бродит по улице, ее неожиданно замечает Эльза. Она тут же убегает, чувствуя надвигающуюся угрозу. Эльза пытается ее преследовать, но ее недомогание мешает ей это сделать. Джессика возвращается в дом Молли и начинает собирать свои вещи, чтобы уехать. В этот момент она слышит необычный шум из комнаты Молли и поднимается наверх, чтобы проверить. Как только она открывает дверь, ее поражает ужасающее зрелище, покрытое кровью и зомбированное. Версия Молли. Зомби внезапно оживает и бросается на Джессику. В отчаянной попытке спастись Джессика хватает сковороду и нехотя забивает подругу до смерти. После этого она садится рядом с телом Молли и плачет. В этот момент она понимает, что с ней что-то не так, ведь люди вокруг умирают. Кроме того, она обнаруживает, что у нее начали выпадать волосы. Через некоторое время Эльза выслеживает Джессику и берет ее на мушку. Затем она рассказывает свое затруднительное положение, объясняя, как она распространяла смертельный вирус. Людям к этому моменту у Джессики уже проявляются признаки вирусной инфекции, но в отличие от других жертв, она сохранила свои умственные способности. Эльза воспринимает это как обнадеживающий знак и пытается убедить ее сдаться. Однако, та отказывается и пускается в бега. Несмотря на неоднократные предупреждения Эльзы, Джессика умоляет сохранить ей жизнь и продолжает бежать. Не оставляя другого выбора, Эльза наводит пистолет и застреливает ее. В последние минуты жизни Джессика говорит, что просто хотела посмотреть на мир и не хотела, чтобы все закончилось так, как закончилось. Услышав это, Эльза глубоко сопереживает ей. Она проявляет доброту к умирающей Джессике, держа ее за руки. Однако, она забывает, что сняла защитную маску со своего костюма. После смерти Джессики вся важная информация, записи с камер наблюдения и улики стираются, как будто их никогда и не было. В финальной сцене Эльзу посещает консультант Паэ Лес, который рассказывает ей о том, как сохранить позитивный настрой, несмотря на ухудшающееся состояние. При этом, предлагая утешение, консультант держит ее за руку, что вызывает у него неконтролируемый кашель. Эльза осознает, что является еще одним бессимптомным носителем вируса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok